Время новостей на Арктик ТВ в студии Дмитрия Ероха. Здравствуйте! И вначале пару слов о главных темах выпуска. 80 миллиардов для развития инфраструктуры западного берега. До сегодняшнего дня некоторая задержка по выполненным работам в прошлом году произошла. Когда запустят порт Лавна. Уют на производство. Нет, на людях ни в коем случае нельзя экономить. В МЭС приводят в порядок бытовки и душевые. Дополнительная реальность должна стать обыденностью. Ожидая от этого мероприятия, во-первых, сплочений. В Арктическом университете запустили форсайт-ледокол. Возведение порта Лавна планируют завершить к 2023 году. Площадку строительства комплекса с борта вертолета осмотрели губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих. Вокруг Лавны, каких только разговоров не было, мол, строительство комплекса перегрузки угля на западной стороне залива нерентабельно. Цены на этот вид топлива упали, а с ними и финансирование. Глава региона такую информацию опровергает. Мы все вместе очень активно взаимодействуем, бьемся за то, чтобы было необходимое финансирование. И все делаем для того, чтобы строительные работы активно двигались. Евгению Ивановичу огромное благодарность за то, что он этот проект поддерживал, двигал и двигает очень активно. Для нас это один из стратегических приоритетов, это использование потенциала незамерзающего порта на севере Российской Федерации. Конечно, с учетом развития Севморпути открывает большие перспективы. Главная задача сейчас, чтобы была достроена железная дорога. По оценкам экспертов, готовность земляного полотна для железнодорожной инфраструктуры составляет 96%. Общая готовность проекта 56%. Задержка в строительстве есть, но небольшая. Открыть объект планируют через два года, в 2023-м. До сегодняшнего дня некоторая задержка по выполненным работам в прошлом году произошла, но сейчас проект заново сложен. По проекту пересчитана экономика, она абсолютно понятна, позитивная. Существует договоренность с банком о финансировании коммерческой части этого проекта в объеме до 80 миллиардов рублей. По словам Евгения Дитриха, если первоначально порт Лавна задумывался как угольный терминал, то сегодня в дополнение к основному профильному грузу компания рассматривает возможность перевалки через него генеральных грузов в контейнерах. В Мурманске задержана банда мошенников, которая устраивала несуществующие аварии. Основными героями этой криминальной истории стали трое молодых людей, которые в течение нескольких лет промышляли автоподставами. Автострахование уже давно стало лидером сферы страховых мошенничьих. Ради получения материальной выгоды злоумышленники придумывают все более изощренные схемы обмана. Популярностью среди них пользуется инсценировка ДТП. Исключением не стали и мурманские нарушители закона. Для совершения указанных преступлений участники организованной группы приобретали дорогостоящие автомобили немецких марок, которые с целью конспирации регистрировались на их родственников. После чего указанными автомобилями имитировались страховые случаи с целью обращения в страховые компании для получения страховых выплат. За помощью к полиции обратились представители страховых компаний, когда заметили явные признаки мошеннических действий. В ходе расследования были установлены личности, входящие в преступную группировку. И благодаря сотрудникам Росгвардии нарушители были задержаны. Теперь любителям легких денег придется не сладко. Возбуждены уголовные дела, мошенникам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Также законодательством предусмотрено возмещение причиненного ущерба, общая сумма которого превышает 5 миллионов рублей. Новый бюст герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Николаю Кононову хотят установить в Мурманске. Авторы инициативы – представители общественной организации ветеранов. Органов внутренних дел и внутренних войск предполагают, что памятник идеально впишется у здания УМВД на проспекте Ленина. Но есть и другие мнения. Возле здания УМВД на проспекте Ленина ежедневно проходят сотни жителей Мурманской и гостей города. Теперь каждый из них может увидеть установленный возле ведомства двухметровый забор. На этом месте планируют поставить памятник Николаю Кононову, герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны. Работы здесь, судя по оставленным ведрам и свежевскопанной земле, ведутся активно. Только однозначного решения по возведению бюста пока нет. Установка монумента находится на стадии обсуждения. В душе женщины установили памятник, коту Семёну установили, Николы, чудотворцы установлены, большие деньги заплатили. А это памятник. Мы сами на свои деньги, фактически, уже фактически, независимо от того, что сегодня разрешать, не разрешать нам, фундамент уже установлен, память готова. Она будет в любом случае установлена. Пусть попробует снести его, если смогу. В администрации города Мурманска состоялось заседание комиссии, на котором рассмотрели предложение по установке скульптуры в центре города. Не все участники обсуждения поддержали идею размещения бюста возле ведомства. Мы с Саней Николаевичем Зайковым на прошлой неделе ещё раз обсуждали вариант установки этого бюста по внутреннему дворе. Идея в том, я людей поддерживаю, что герой Советского Союза должен быть рядом с людьми. Люди должны иметь возможность прийти к нему. К единому мнению, участники заседания так прийти не смогли. Было принято решение вернуться к обсуждению вопроса после оформления всей необходимой документации и согласований. Интерфакс сообщает о том, что первомайского шествия в Мурманске из-за угрозы распространения коронавируса не будет. Праздничные события в областном совете профсоюзов отменяют уже второй год подряд. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. По информации агентства, в шествии в центре Мурманска ежегодно принимали участие от 6 до 8 тысяч человек. В качестве альтернативы в соцсетях будут транслироваться обращения председателя облсовета Александра Первухина, а также пройдет телемост с участием профсоюзных активистов. 21 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Мурманской области за сутки. Два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 15, в Североморске плюс 2 и Кольском районе плюс 2. Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета коронавирусной инфекции в России с сентября 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, сообщает информационное агентство ТАСС. Ранее Голикова обозначила примерным сроком достижения коллективного иммунитета август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. В настоящее время в России вакцинировалось обоими компонентами вакцины более 7 миллионов человек. Переболела коронавирусной инфекцией почти 5 миллионов россиян. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 миллионов человек. Георгиевскую ленточку принято считать символом военной славы нашего народа. И она, как многие думают, не претендует на звание символа победы в Великой Отечественной войне, которая неукоснительно остается за знаменем победы. Десятки волонтеров уже начали распространять ленточки. Активисты одновременно рассказывают жителям о правилах ношения. В Мурманске ее можно получить 2 и 8 мая на площади 5 углов. События прошлого существуют не только на страницах документов. Прежде всего, они живут в памяти людей. Когда дети интересуются историей родного края, то можно не беспокоиться о том, что подвиги предков будут забыты. В областной детской юношеской библиотеке юнормейцам рассказали о подвиге полярной дивизии. Юнормейцев из 5-й гимназии Мурманска пригласили на своеобразный урок мужества, состоявшийся в исторической гостиной областной детской библиотеке. По количеству сброшенных на наш город бомб, город уступает только Сталинграду. Волгограду нынешней. Вот такая печальная статистика. Историческая гостиная – это увлекательная беседа о различных событиях и людях нашего края. В этот раз ребятам рассказывали о героях полярной дивизии. Юнормейцы – частые гости различных выставок и экскурсий. Чаще всего какие-то мероприятия в библиотеках разных, в музеях нам экскурсии проводят. Ну, также строевая подготовка. Помимо небольшой лекции и фильма, ребята могли ознакомиться и с книгами про войну в Заполярье. Мы живем в самом молодом, самом северном городе Герой Мурмански. И надо действительно, чтобы каждый житель города Мурманска знал историю своего края и, в частности, понимал, кому мы обязаны мирными днями, имея в виду войны в Полярной дивизии. Такие занятия обычно заканчиваются обсуждением, во время которого дети могут задать вопросы гостю. Звучали они и в этот раз. Собирая историю семьи по крупицам, в Полярный приехали внуки военного пожарного, погибшего во время боев в Великой Отечественной войне. Только сейчас, благодаря доступу к архивам, у потомков ветерана появилась возможность больше узнать о жизни и службе своего героя. Жизнь Ивана Ефимовича Иванова складывалась по счастливой прямой. Он родился в небогатой крестьянской семье, но, повзрослев и покинув очий дом, стал продвигаться по карьерной лестнице – от простого рабочего на лесозаводе до начальника городской пожарной команды. За это время Иван Ефимович женился и обзавёлся тремя детьми. А потом нагрянула война. Навыки пожарного специалиста были на фронте весьма кстати. Кто-то подводник, кто-то матрос, кто-то морской пехотинец. Но вспомогательных служб было очень много. А тут готовый специалист. То есть, его не нужно обучать. Он пожарный. В 1942 году Иван попадает на службу в Полярный, где его определяют в первую пожарную команду тыла Северного флота. Сюда, в город воинской славы, спустя почти восемь десятков лет и приехали внуки военного пожарного с целью восстановить боевой путь героического предка и своими глазами посмотреть на места, где служил их дед. Поэтому мы по крупицам собираем всю эту информацию, которую нам удаётся найти. Вот так вот она складывается в какие-то жизненные моменты, в историю какую-то. В память о службе в Полярном в семье бережно хранится часть ленточки с бескозырки деда с надписью «Береговая оборона Северного флота». Многие факты становятся известны только сейчас, когда гриф секретности с документов снимается и появляется свободный доступ к электронным ресурсам, поясняют внуки карельского пожарного. В Полярном началась служба. Вот это как бы только недавно узнали буквально. Ну, будет, может быть. В 1943-м после переформирований и доукомплектований военный пожарный был направлен в 473-й стрелковый полк дивизии на должность стрелка. Боевой путь дивизии начался в Смоленском направлении. Затем сражались на Псковщине и в Белоруссии. Освобождали Латвию и Литву, громили фашистов в Восточной Пруссии и встретили победу с северо-восточнее Кёнинсберга. Есть в семье Ивановых продолжатели пожарной династии. Ещё один внук пошёл по стопам героя войны. Нас трое, второй военный брат работает в пожарной части города с сестрой. Архив Министерства обороны имеет в своих фондах два документа, в которых указаны разные даты и места гибели бойца Иванова Ивана Ефимовича. Но после переноса останков воинских захоронений покой герой семьи Ивановых обрёл в братской могиле в селе Олексино, на которой установлен монумент павшим защитникам Отечества. Одинокие беспомощные старики, лишённые ухода и заботы, одна из самых больших проблем нашего общества. Зачастую инвалиды и пенсионеры не в состоянии самостоятельно решить даже элементарных проблем. Партия пенсионеров обратила внимание на одну из жительниц больничного городка, которая нуждается в поддержке. Георгий Салиев подробнее. Дом номер 4 на улице Чехова на фоне соседей выглядит крепышом, но так только кажется, его жители также ждут расселения. Анна Ноженкова одна из местных, и здесь она давно. Родила на Крайнем Севере двоих детей, тяжело работала всю жизнь, а с 2016 года стала инвалидом. Но куда обиднее женщине от того, что она не может самостоятельно выйти на улицу. Рядом с подъездом нет лестницы, по которой можно спуститься или подняться из низины к дороге. Вот и приходится недавно перенесший инсульт Анне Алексеевне сидеть в заточении. С той стороны есть, но я не могу туда дойти. Я понял. И вот вам нужна такая же, правильно? Да мне нужна деревянная, а еще лучше было. Тут длиннее, там короткая, тут длиннее. Я пока можно было, туда еще ходила, а потом... Партия пенсионеров решила привлечь общественное внимание к этой проблеме. Некоторые соседние дома уже давно имеют пологие лестницы, а потому постройка такого объекта не должна составить большого труда. К майским праздникам город-герой Мурманск наводит лоск. Специалисты управления дорожного хозяйства выходят на борьбу с песком, грязью и мусором, скопившимся за долгую зиму. Без внимания не остаются и памятные места, которым понесут цветы горожане в День Победы. Весенняя уборка Мурманска в этом году проходит буквально в экстремальных условиях. Несмотря на то, что из относительно теплого марта уборка специалистами управления дорожного хозяйства городских магистралей началась заранее, в дальнейшем погодные условия в столице Заполярье внесли в планы коммунальщиков коррективы. Выпавший вновь снег растаял и превратился в грязь, которую надо всеми имеющимися силами убрать, чтобы избежать пылевых бурь. У нас сейчас главная задача – это обеспечить уборку от пыли и грязи, залатать ямы и восстановить нормальный приемлемый вид у тех памятных досок, мемориалов, памятников, которые у нас в городе есть и посвящены Дню Великой Победы. Одно из таких знаковых мест в городе Героя Мурманске – памятная доска лётчику Борису Сафонову. Борельеф недавно покрасили, только в цветовой гамме нашлись противоречия. «Звёзды должны быть золотые, да, звезда Героя. Ну и в целом там доска сдала трещину, я думаю, что нужно как-то её либо обработать мастикой, чтобы трещина дальше не развивалась. А так, в принципе, видно, что фасад приведён в соответствие. Осталось только доску обработать, чтобы было понятно, что это действительно герой, дважды герой Советского Союза». До 30 апреля звёзды должны перекрасить. Такое пристальное внимание уделят всем памятным объектам, связанным с войной в Заполярье. Напомним, что Небесная канцелярия преподнесла неприятный сюрприз в виде низких температур. Поэтому традиционный масштабный субботник перенесли на 22 мая. Но это не значит, что город-герой останется без предпраздничного лоска. Началось онлайн-голосование по выбору общественных территорий и дизайн проектов для благоустройства в 2022 году. Отдать своё предпочтение той или иной инициативе можно на региональной вкладке интернет-портала «Формирование комфортной городской среды». Платформа создана Министерством строительства России, чтобы жители всех регионов страны в режиме онлайн смогли сами определить те места в своих городах, которые в первую очередь требуют преобразования. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал северян активно участвовать в голосовании. Принять участие может каждый гражданин с 14 лет. Жители Мурманской области смогут выбрать наиболее, по их мнению, достойные благоустройства объекты из списка 45 территорий в 12 муниципалитетах. Онлайн-голосование продлится 5 недель, до 30 мая. Информационную и организационную помощь северянам в участии в голосовании окажут около 200 волонтёров, которые будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Жить в столице Заполярья станет модно и престижно. Мурманск обретёт лицо, подчеркнув главные достоинства. Прогулочные зоны возле залива и единый стиль оформления улиц. Все новшества лягут в основу дизайн-кода. О том, как преобразится город в ближайшем будущем, узнала наша съёмочная группа. Трудно представить лучшее место для презентации уникального дизайн-кода столицы Заполярья, чем ледокол «Ленин». Первые результаты проекта, созданного студией Артемия Лебедева, озвучены именно здесь. По словам дизайнера, сейчас Мурманск приспособлен больше для передвижения на автомобилях. Хотя изначально город должен быть ориентирован на людей. Здесь боль не валялся. Здесь вообще ничего не сделано. Здесь боль. Это идеальный случай. Конечно, мы можем начать стоять. Что бы мы ни сделали, мы не сможем испортить. По словам основателя студии, у города есть характер и специфика. Горожане должны помимо работы иметь и другие активности. Например, Лебедев предложил построить веранды, которые смогут работать в течение всего года. То есть даже в сильные морозы. Дизайн-код предполагает выработку общего стиля в оформлении городского пространства. Правила касаются размещения рекламных баннеров, вывесок магазинов, которые крепят на исторические фасады зданий и других построек. Такой эклектики, как сейчас, быть не должно. Наша цель и задача сделать город Мурманск самым модным земным городом. Вот я бы прямо вот, пусть это не это обострение, но самым модным, северным городом. Почему? Потому что город будет жить, если сюда будет стремиться активный человек. Город будет жить, если сюда будет стремиться активная молодость. Если будет круто приехать город Мурманск, то как минимум его посетить. А самое лучшее – остаться здесь, жить, работать и развивать. В прошлом году в Мурманске организовали несколько пунктов проката велосипедов. В этом году дополнительные точки с двухколесными средствами передвижения установят в Ленинском и Первомайском округах. Также пополнят коллекцию уличных средств передвижения 150 электросамокатов. На них можно будет съездить, к примеру, на смотровую площадку. Уже этим летом благоустроят семь территорий с видом на залив. Один – это Абрамыс, один в центре города, и остальные по всему городу, по Собкам от Роста до Первомайки, в том числе и Гора Дураков, попадает в Северный проезд. Планируется создать единую систему озеленения и подсветки. Изменится площадь пять углов. На Зелёном мысе планируют создать Парк Победы. Стоит отметить, что все преобразования согласуются с общественностью. Мурман Энергосбыт возрождает программу уютно-производства. На людях экономить ни в коем случае нельзя, считает в руководстве компании. И стараются создать на котельных комфортные бытовые условия. Кандалакшское подразделение – не исключение. Его и проверила гендиректор компании во время рабочей поездки на юг области. В Кандалакшском филиале Мурман Энергосбыта за последнее время сумели привести в порядок практически все душевые бытовки. Отремонтированы также центральные тепловые щиты на котельных. Ну, конечно, это людей мотивирует, когда чисто, уютно, красиво. Самим приятно посмотреть. Очень хорошие бытовые условия. И сейчас, буквально в прошлом году отремонтировали комнату для приема пищи. У меня лично нет претензий в этом смысле к руководству. Косметический ремонт выполняется силами самого предприятия. В штате местных теплосетей трудятся и маляры штукатуры, и плотники, и сантехники. Мы посетили комнаты приема пищи, бытовые помещения. Увидели с вами душевые. Ну, очень приятное, на самом деле, у меня ощущение, потому что в хороших условиях здесь рабочие трудятся на котельных, филиале. Новая сантехника, мебель и двери. Для работниц на 21-й котельной в Кандалакше оборудована отдельная гардеробная. Стало уютнее, да. Из-за того, что окна заменили на пластик, стало тише. Теплее. Теплее, да. Батареи заменили. Зеркала? Нет, таких просьб, честно говоря, нет. А цветочки сами, женщины сами разводятся, жают. Нам ведь многого не надо, вы же сами понимаете. Программа «Уют на производство» запущена и успешно реализуется силами Мурман Энергосбыта и в других подразделениях компании. Формирование комфортной городской среды, арктический гектар и доклад руководителя корпорации развития Мурманской области. В региональном ЗАГС Собрании состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. В Мурманской области продолжается реализация проекта по формированию комфортной городской среды. В этом году планируется благоустроить 128 дворовых территорий. Это примерно на уровне прошлого года. На эти цели выделен 751 миллион рублей. Еще почти 254 миллиона запланированы для благоустройства общественных пространств в муниципалитетах. Об этом на заседании комитета в областной думе рассказали представители профильного министерства. Период сжатый, короткий, но это всегда вызов для нас. Но мы надеемся, что уроки прошлых лет были получены, и сейчас будет решена и проблема с подрядчиками, и не только с их количеством, но и с их качеством, конечно. Ну и в целом послушаем, какие инновации в этом году будут применяться. Еще один доклад от корпорации развития Мурманской области. Директора организации пригласили, чтобы обсудить последний доклад контрольно-счетной палаты. У ее представителей были вопросы к организации работы корпорации. После длительного обсуждения признали, что со стандартными оценками к деятельности корпорации подходить нельзя. Согласен не просто, а вот эту методику-то силу реализовать, как-то принять, оценить. Но я думаю, что страна большая, наверное, опыт у регионов есть. Проблема оценки возникает из-за того, что структура работает с бизнесом, и зачастую перспективы выгоды долгосрочные. Ведь некоторые проекты начинают приносить ощутимые деньги в бюджет лишь спустя несколько лет. Хотелось бы отметить, что в других регионах, где корпорации функции единого окна переданы также акционерным обществам, схожие трудности в оценке эффективности их работы. И также на обсуждениях принимаются компромиссы какие-то. Делать выборку за один год практически нереально. Смотреть надо на динамику в целом, считают депутаты. Они же отметили положительные результаты работы корпорации развития Мурманской области. Давайте реально смотреть. Правильно КСБ, это работало, по вопросам нет. Сколько вы нам дали, показали картинку. А дальше вот и депутаты, и правительство, и кто принимает решение, вы разбираетесь. Но я считаю, и мое мнение сегодня, что работает и со сменой руководства, и тут же, в общем-то, то, что есть по КСБ, то, что отчет. Ведь надо поставить динамику. Динамика есть положительная? Я отвечаю, есть. Так давайте и дальше. Есть перспективы, мы видим перспективы. Перспективы есть в развитии. Значит, давайте пока посмотрим. Также депутаты обсудили федеральный закон об арктическом гектаре. Его суть в том, что жители Мурманской области смогут получить в пользование до одного гектара земли. А через пять лет, при условии введения хозяйственной деятельности на полученной земле, смогут претендовать и на второй гектар. Представители комитета считают, что инициатива эта полезная, и планируют рекомендовать ее к принятию на следующем заседании областного парламента. Мурманский арктический государственный университет вновь стал площадкой для проведения масштабного форума «Студенческое измерение современного и будущего Арктики». Он представлен в новом статусе – форсайт-ледокол. Во все времена молодежь была двигателем прогресса, самой динамичной частью любого общества. Именно она тонко чувствует любые изменения, лучше разбирается в современных технологиях, а также часто становится инициатором многих крупных и интересных проектов. Идея собрать вместе студентов и экспертов из разных городов на форсайт-ледоколе принадлежит выпускнице МАГУ. Ожидая от этого мероприятия, во-первых, сплочения междисциплинарных команд, активной работы студентов из разных вузов, потому что они подружатся между собой. И в частности, что дистанционное проектирование, которое было заведено в контексте площадки арктической урбанистики, даст свои плоды. Мир не стоит на месте, и цифровизация уже давно поражает своими масштабами. Рассказать о технологиях будущего приехал эксперт из Москвы. Главная тема лекции – дополненная реальность технологии, добавляющая в физический мир цифровые объекты. Представьте, всего через несколько лет мы сможем выйти за привычные пределы мобильного телефона. Представьте, что вся информация, с которой мы сейчас работаем, только на экране телефона, так вот она вся должна выйти в пространство в течение, начиная с пяти лет и далее. И сейчас должны быть новые профессии, новые эксперты, некие архитекторы информации, которые начинают понимать, что да, кажется, и пространство вокруг меня должно быть окружено цифровым слоем. Нужно к нему прикоснуться, мне нужно с ним уметь работать. Поэтому, конечно, это нужно рассказывать, нужно с этим начинать работать. Участников форума ждут не только лекции, но и воркшопы, и мастер-классы, во время которых они разработают собственные проекты для повышения качества жизни людей в Арктике. Среди гостей – студенты и эксперты, а также представители региональных министерств и волонтерского центра. Я надеюсь, несколько дней побывать. Программа достаточно обширная. Я выбрал для себя тему туризма. В графике я запланировал время для того, чтобы посетить эти мероприятия. Сегодня на открытие пришел, чтобы всех заразить туризмом. В отличие от всеобщего стереотипа, что инициатива наказуема, инициатива наших студентов, во-первых, поддерживается, а во-вторых, лучшие из них будут реализованы в нашей арктической территории. Название «Форсайт Ледокол» символичное, ведь форум, как и мощное судно, ломает привычные практики получения знаний и опыта. А многие проекты, озвученные во время обсуждений, рано или поздно будут реализованы в Арктическом регионе, уверены участники встречи. На этом все. Телефон редакции для ваших новостей 70 13 70. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Ветер северный 4-5 метров в секунду. В Никеле Мочегорске от минус 3 до минус 1. В Апатитах и Кавдоре от минус 2 до минус 1. В Кандалакши и Полярных Зорях до плюс 1 градуса.